Светлый привет, друзья! С вами новости с большой буквы. Здесь мы видим самое важное. Не забывайте, что канал может продолжать свою работу только благодаря вашей поддержке. Сканируйте этот QR-код и поддерживайте канал донатами, а также подписывайтесь. В. Ши Вот мы все смеемся над цветущим цивилизованным садом, в котором сделай случайный шаг в неверном направлении, и, как говорится, увидишь Париж и умрешь. Совсем по разным причинам. Можно быть до смерти загрызанным парижскими клопами или травануться французской водой. Да мало ли что еще может поджидать задевавшегося туриста, кроме европейских откормленных крыс и радужных гомозавров. Они по уровню угрозы, по крайней мере, в Бельгии, уступили пальму первенства. Вот все гниющий запад, и все говорят про геев, ну, в пропаганде как это плохо. Здесь есть реально плохая штука, которой можно вот правду бить просто по-больному. В Ши. Здесь у детей в школе в Ши, и это нормально. Почему это нормально? Ну, комары летают, кусают, тоже неприятно. Ну, типа, ну, что ты сделаешь? Они же есть. Ну, кусил тебя комар, почеши. А в Ши? Ну, почеши. В Ши – это нормально. Высочайшие европейские стандарты гигиены. Я уже вижу плакаты на улицах. Например, от Антверпена. В стиле цивилизованного творчества по формованию мозгов. В Ши – просто почеши. Ну, или у вас в Ши – Путин, получи. Камсда нашему президенту прямо наказывают его жестко в строгом соответствии с указаниями из Брюсселя, столицы Бельгии. И еврокомиссарки Маргарет Вестагер меньше мыться. Все спрашивают, что я могу сделать. Вы можете сделать две вещи. Тут я уже напряглась, так как моя свежая теория про то, что западное меньшинство пользует Украину в своих интересах вследствие большего интеллектуального развития после бельгийских в Ши по совету от Маргарет дала серьезную трещину. М. Мус. Новость просто ржака и полный угар. Про потешный Международный уголовный суд, тот самый, которому США запретили расследовать притупления американских вояк против гражданского населения в Афганистане, прогрозив санкциями и арестом, а совсем недавно, в мае, цитирую про место Гааги в системе координат Каспот. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил в понедельник, что Палата представителей может проголосовать по санкциям против Международного уголовного суда за выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нитаньяху. В Монголии решили, что нет предела совершенства и накинули в чайник еще грязные жижи на голову. Наше почтение, Ваша гаагская честь. И вот потеха. Монголия, что важно для понимания уровня унижения Гааги, признает юрисдикцию Международного уголовного суда, но, видимо, сочла, что приказы европейских терпил можно не выполнять. Вслед за саудитами, Китаема и Азербайджаном и организовала царственный прием самому разыскиваемому преступнику в мире. И теперь самое потешное – это реакция на реальную политику сини-желтых копателей, проскакавших в свою страну. До визита Путина в Монголию они требовали, требовали уже смешно, но право, арестовать Путина, цитирую BBC. Украина призвала Монголию арестовать президента России Владимира Путина в том случае, если он приедет с визитом на следующей неделе. Поездка в Улан-Батор должна стать первым визитом российского лидера в страну, признающую юрисдикцию Международного уголовного суда, с тех пор, как в марте 23-го года суд выдал ордер на его арест. Идиоты в упор не замечают, как на их объект обожествления в Гааге плюют все, кому не лень, даже в Монголии. Тьфу на вас, тьфу на вас еще раз. А, козелы отпущения. В британском Анхерт подвели промежуточные итоги очередной сенсации с подрывом северных потоков. В соответствии с последней версией, большие белые люди нашли козла отпущения в степях Украины, где дальше в лес, тем толще сало тизаны. На мой взгляд, очень показательно, какую фотографию бывшего президента Украины поставили англичане в заголовок статьи. Из всего многообразия фото они выбрали чела с лицом маньяка, с отбитой башкой и прячущегося за деревом рядом с женской баней. Такому злодею после бани напасть на Германию, уничтожить ее экономику, расплюнуть. На такого отморозка можно повесить все свои неудачи и преступления. И таким образом сохранить свое лицо. Так как лицу карлика белый нос терять уже нечего. В конфликте на Украине нам уже давно полагалось праздновать победу, ведь Россия, говорили нам, не что иное, как страна-бензоколонка, не сопоставимая с Западом ни военным, ни в экономическом отношении, а между тем, вот мы где. Наши собственные экономики деиндустриализуются, наши военные заводы совершенно не выдерживают напряжения реального конфликта, и сами американцы теперь открыто признают, что российские военные находятся в значительно более сильном положении. Экономическая модель Германии сломана, и падая она, потянет за собой другие страны, например, Швецию, которая сильно зависит от экспорта в немецкую промышленность. Но у власти на Западе сплошные инфантилы и двоечники, они никогда не признаются, что все ужасы, происходящие на нашем континенте, это результат их бездарности и высокомерии. Еще цитата. Вместо того, чтобы признать, что Запад втянул Украину в конфликт, в котором ей не победить, европейский геополитический дискурс сделает крутой разворот и примется с новой силой винить жертву. Что они и делают. Конечно, северные потоки подорвала великая морская держава Салаухания. Да здравствует козел отпущения с лицом маньяка. Пищик стал приставать ко мне с вопросами. Я отведал его печень с тушеными бобами и чудным кьяньте. О, очередь. Видя, как на Украине бодро горит западная техника, широко разрекламированная в боях против иракских и афганских крестьян. Снова техника с крестами. Стоит. Подыхает. А это бредлисты, походу, вокруг валяются. Да. Покупатели вооружений тихонечко перешли из одной очереди и заняли место в другой. В той, которая стоит за покупкой русского оружия, побеждающего лучшие образцы того, что смогло выжать из себя все западное меньшинство. Экспортный портфель заказов на российские вооружения достиг рекордных 60 миллиардов долларов. Это означает, что с окончанием СВО пойдет рост поставок российского оружия странам-партнерам. Если моя работа цена для вас и вы боитесь меня потерять, то подпишитесь обязательно на Рутуб. Я готовюсь к блокировке и здесь активно развиваюсь там. Так как цензуры на Западе, конечно же, нет, она только у варваров, то и ребенку. Понятно, что Рутуб станет единственным и основным местом для наших с вами встреч. Найдите меня на Рутубе и подпишитесь на вашу любимую маму в шапке для вашего удобства. Ссылку я оставляю в описании. Надеюсь на вашу поддержку и сплоченность в этом важном и логичном изменении в работе на опережение. Сейчас вы посмотрели демо-версии двух эксклюзивных выпусков с Рутуба. К сожалению, больше не могу вам предоставить здесь. Можете перейти по ссылке в описании, либо по QR-коду и посмотреть их полностью на Рутубе. За что я буду вам очень признательна. А можете этого не делать. Ваш выбор. Всем мир. И не забудьте подписаться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok